Сегодня курит почти каждый первый, и поэтому, по сути, к курильщикам относятся совершенно нормально и не обращают на них особого внимания, и скорее более удивительным выглядит то, что кто-то не курит. Хорошо, плохо мы, конечно, рассматривать тут не будем, потому что суть совсем в другом. Сейчас многие курильщики решили переквалифицироваться в так называемых парильщиков. Более часто их называют вейперами, и, как ни странно, никакого отношения к музыкальному жанру вапорвейв они не имеют, ну, кроме того, что изрыгают паровые волны. Я не знаю, на самом деле, зачем я объясняю, потому что я более чем уверен, что уже все знают о вейперах по многочисленным шуткам в интернете. Вероятно, вы даже могли их и не видеть никогда лично, но уже знать о них более чем достаточно. Собственно, расскажу, как произошло моё знакомство с вейперами. Сидел я однажды и стримил какую-то игру. Аааа! Аааа! Я люблю фильмы по комиксам Марвел! Аааа! Заходите на мой инстаграм! Аааа! И тут в чате появился какой-то чувак, который задал странный вопрос. Привет! Кто-нибудь здесь интересуется электронными сигаретами? Я тогда знал, что это такое, но в большей степени побешенной рекламной кампании говняных папиросок Понс, которые продают по 200 рублей в каждом супермаркете. Но меня всё равно немного смутил вопрос. Зачем интересоваться электронными сигаретами? Наверное, их надо просто курить. Или парить. Давайте разберёмся. В тысячный раз я говорю, что до России всё доходит позже, чем до всего остального мира. Тренд, который был на пике за бугром где-то года два назад, теперь коснулся и нас. Многие курильщики перешли с обычных папирос на так называемые «испарители». Или электронные сигареты. Или вейпы. По сути, в первую очередь, это незамысловатая и в то же время удрёная штука известна всем, как способ бросить курить. Хотя многие просто подсели на вейпы ещё сильнее, чем на простые сиги. Или даже начали парить, до этого не брав сигареты в рот. Таким образом, вейпинг, то есть курение электронных сигарет, переросло в своеобразную новую субкультуру. И принесло мемесы. Ты же любишь мемесы. Чем это вообще может быть вызвано? Ну, как я уже говорил, нельзя просто взять и курить электронную сигарету. В обладание электронкой входят постоянное ковыряние в её комплектующих, замены разных деталей, обмен экспириенсом с другими парильщиками и тестирование разнообразных жидкостей для курения. А вкусов действительно дохуище. С яблочком? Пожалуйста. Со вкусом тортика? Да ради бога. Со вкусом мочи? Да нате! Электронные сиги уже не используют просто как замену обычным сигаретам. Ими прямо-таки увлекаются, постоянно модифицируют свое устройство, покупают по тысяче разных экземпляров. И сейчас уже дегустатор курительных жидкостей, по сути, может поравняться с каким-нибудь сомелье. То есть штука эта просто сама по себе завлекает тем, что она так или иначе чем-то интересна. И даже для опытных курильщиков обычных сигарет она может предоставить своеобразный челлендж. И вроде бы выглядит все и не так плохо, но благодаря интернету и соцсетям мы знаем, что вейперов не сильно любят в обществе. Вопрос, почему? Ну, во-первых, ввиду того, что электронную сигарету пока что можно курить где угодно, они создают паровую завесу в общественных местах и транспорте, что не всем по нраву. Хотя, должен признаться, в основном вейперов я вижу именно на улицах, где курят все, да и с учетом того, что я проживаю в Москве. Ну и, конечно, к ним та же претензия, что и к зожникам. Нельзя просто взять и парить в свое удовольствие. Все должны знать о вашем новом увлечении и о том, что пар на 420% безопаснее табачного дыма. Если бы я хотел бы пить, я бы попросил бы, дай мне пить рост. Но я не хочу пить рост, потому что ты заткнулся. Увы, электронки стали популярными не так давно и пока что не так уж и сильно исследованы. Так что определить, у кого писька с возрастом объянет быстрее, у простых курильщиков или парильщиков, мы сможем только лет, наверное, через 30. Но, с другой стороны, отмечают, что в электронке нету всяческих смол и прочей вредной байды, которая есть в простых сигах. Почти нет вреда пассивного курения. Флаконы с жидкостью обходятся намного дешевле, чем постоянная покупка сигарей. А... Что? На западе эту тему в мем превратило сатирическое видео Вейп Нейшн за авторством чувака с ютуб-канала H3H3 Productions, где он с немного другой стороны показывает комьюнити и культуру вейпинга, при этом пародируя любителей покурить нелегальные вещества. Соответственно, там и отношение у них к вейперам совсем иное, нежели у нас. По сути, просто с юмором. В нашей же стране вейпер это синоним слова «петух». Ну, как когда-то были качки, турникмены, дотеры, футбольные фанаты и прочие-прочие-прочие. Основные причины я уже объяснил. Кстати, теперь появилась довольно востребованная и актуальная бизнес-модель. Чуть ли не каждый второй сегодня делает самогонную жидкость для курения, продавая в разы дешевле, чем в официальных магазинах. А такие уже появились. Либо они интегрируются в обычные табачные магазины, либо появляются где-то отдельно и называются вейп-шопами. Кстати, это пиздец, когда я туда однажды зашел, там такой туман стоял, что продавцов было почти не видно. Ну и вместе с этим появилась куча дешевой некачественной рыночной жижечки, так что бичи теперь могут потреблять не только дешевое бухло. Как быть? Вейпером. Шаг первый. Купите себе самую дешевую дудку. Про модели можете узнать из интернета, но помните, что если вы зададите вопрос где-то на форуме или спросите рекомендации, вы ненарочно развяжете неудержимый вейп-баттл, где все будут говорить, что необслуживаемый атомайзер лучше обслуживаемого, варивольт лучше варивата, дрипка лучше пипки или о чем они там вообще спорят постоянно. Короче, вряд ли вы дождетесь чего-то стоящего, ибо сообщество вейперов это еще и колизей, где каждый за себя и кастомизирует свое паровое оружие как только может. Главное помните, что если вы слишком ленивы, чтобы ковыряться во всем этом, от периодического промывания и прочищания до наматывания спиралек и пропихивания ватки в испарителе, вместо того, чтобы пойти и купить пачку сик или просить другим способом, лучше забейте. Хотя, если вас все-таки не привлекает гаджетомания, есть действительно простые, оптимальные и неплохие варианты, а-ля купил-залил-куришь. Шаг второй. Подпишитесь на все вейперские паблики ВКонтакте, посещайте всяческие тусовки парильщиков, а такие проводятся уже довольно часто, Ошивайтесь в вейп-шопах и всегда всем и всюду говорите, что это безопаснее, и что все должны знать, насколько это лучше, выгоднее и удобнее обычных сигарет. Не обращайте внимания на людей вокруг себя, раскуривайте свою сигу в метро, в самолете, в магазине, в школе прямо за партой, в роддоме, в операционной, в вакууме, в сосуде с ЛСЛ, на сходке противников вейпинга. Ведь это не запрещено законом и на 95% безопасности. Шаг третий. Не воспринимайте электронную сигарету просто как способ бросить курить, способ заменить обычные сигареты или как что-то, что скрасит ваш досуг. Это куда большее, это вейп-культура. Это хасл. Тут только взрослые мальчики и плохие девочки. Поскольку у вейперов нет своей определенной музыки, стиля в одежде или еще чего-то, что делает их полноценной субкультурой, нужно продвигать непосредственно сами электронные папиросы и отталкиваться от них. Например, в среде вейперов популярно исполнение всяческих паровых трюков. Ну, типа как пускание колечек кальянам или писькомерство, кто выдает облако побольше. Соответственно, отсюда и делаем вывод, что вейперов не любят не столько за то, что они парят повсюду в общественных местах, пусть и так много мемных картинок намекает именно на это, а скорее за то, как они пропагандируют свои электронки и выполняют роль затычки в каждой курительной трубке в любом диалоге о курении или парении. Ну, или скорее всего даже просто за то, что социуму всегда нужен какой-нибудь враг, чтобы против него сплотиться. А вообще, чуваки, лучше всего, конечно, просто не курить. Тогда, может быть, все эти вещи сами обойдут вас стороной. Или вы станете как лев против. На сегодня все. В просто суперобязательном порядке жду вас на своем твич-канале, пока вы ждете новое видео. Вы же по мне скучаете. По всем вопросам пишите мне в ВК. Только не по вопросам вейпинга, блять, пожалуйста. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok